Телеканал КРТ представляет Впрочем, под угрозой также карьера свежеиспеченного американского посла в Москве Джона Салливана, который, как стало известно, попал в упомянутый выше черный список. Что же касается возможного переизбрания Дональда Трампа на второй срок, то в эту победу сегодня верит не только команда Трампа, но и рядовые американцы. Согласно опросу телеканала CBS и исследовательской службы ЮГАВ, 65% зарегистрированных американских избирателей считают, что Трамп определенно или вероятно выиграет. Среди республиканцев уверенность в победе высказали более 90% опрошенных, среди демократов тех, кто заранее смирился с поражением, более трети. Самое интересное, что меньше половины демократов, 49%, считают, что Трампа сможет победить Байден. Еще меньше, 45%, верят, что Трампа сумеет обойти Сандерс. Ну а пока в разогревочной стадии демократических праймерис наиболее успешно выступает Берни Сандерс. На его блестящую победу в Неваде Дональд Трамп отозвался твитом в своем неповторимом стиле. Цитата. «Похоже, у безумного Берни хорошо идут дела в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабаками, и уже никак мини-майк не сможет восстановить свою кампанию после худшего выступления в истории президентских дебатов. Поздравляю Берни, и не позволяем забрать это у тебя». Необходимо пояснить, что мини-майк – это Майк Блумберг, которого Трамп троллит за низкий рост, хотя, как по мне, 173 см вполне-таки средний. Впрочем, действительно, по отзывам ключевых американских СМИ, миллиардер Майк Блумберг проиграл последние дебаты среди кандидатов-демократов, что называется, в дребезги и пополам. В то же время Блумберг не участвует в праймарис и кокусах в первых четырех штатах, сделав ставку на супервторник 3 марта, когда сторонники демократов распределят сразу треть мандатов на предвыборный съезд. Поэтому эффективность уже потраченных им четырех сотен миллионов долларов пока неизвестна. Усредненная социология на данный момент отводит ему третье место в гонке демократов с отставанием от Байдена в пределах статистической погрешности. В то же время Сандерс опережает Байдена по различным исследованиям на 10-15%. Что же касается букмекерских контор, то ставку на победу в демократической номинации Сандерса делаются в диапазоне от 1 к 2 до 3 к 5, на Блумберга от 1 к 5 до 1 к 4, на Байдена от 1 к 10 до 1 к 8. Впрочем, Байден еще рассчитывает переломить неудачный старт победы в Южной Каролине 29 февраля, что, возможно, взбодрит его сторонников накануне супер-вторника. Ну, и что за выборы без компромата? Так, Тимо Брайан, старший советник президентской компании Майкла Блумберга, раскопал в старых номерах газеты «Вермонт Фрименд» эссе молодого Сандерса 1972 года, в котором тот утверждал, что женщины мечтают быть изнасилованными, а детям в раннем возрасте нужно бегать галышом со сверстниками и трогать друг друга за гениталии, чтобы в будущих у них не было интереса к порнографии. Ну, что касается второго тезиса, то нынешний либеральный сторонник демократов даже не поймет, в чем тут компромат. А вот что касается тайных мечтаний женщин, особенно на фоне суда над Харви Вайнштейном, то здесь противники Берни надеются создать ему проблемы. Хотя сомнительно, чтобы графомания полувековой давности реально повлияла на нынешний выбор американцев. Впрочем, на этой неделе досталось и миллиардеру Блумбергу. Телеканал Fox News раскопал аудиозапись 2011 года, в которой тогдашний мэр Нью-Йорка заявил примерно следующее. Если полиции нужна ориентировка на типичного убийцу или его жертву, достаточно отксерокопировать описание афро- либо латиноамериканца в возрасте от 16 до 25 лет. И это действительно серьезно. Голоса афро- и латиноамериканцев имеют решающее значение для победы на демократических праймерис. Во время следующего выпуска Международной панорамы мы уже будем знать предварительные результаты супервторника и сможем сделать первые реальные прогнозы о сопернике Дональда Трампа от Демпартии.